Я считаю, что в театр в такую погоду могут ехать только очень культурные люди. У нас десятибальные пробки. Вчера началась метель в Петербурге, и сегодня уже сугробы по колено. Коммунальные службы делают всё, что могут, но они не в сети. Соответственно, мы выехали аж за, по-моему, за два часа до начала спектакля. Выехали мы… Полтора – это вот именно сейчас. Вот сейчас, восемь минут назад было полтора. Мы же выехали не в восемь минут назад. Мы выехали в семнадцатый год. Это крайне интересная тема для наших подписчиков. Во сколько мы выехали? Так вот, выехали мы за два часа до спектакля. Едем мы смотреть Гамлета. Гамлет Юрия Бутусова. Гамлет у нас женщина. Что? Ты не знала? Нет. Значит, обратно отсюда мы будем ехать час, потому что мы едем против пробок, а домой пробки. Поэтому шансов увернуться от всего предмета искусства у нас нет. Увернуться от искусства? Увернуться от искусства мы не можем, поэтому Гамлет… Почему ты мне не сказал? Слушай, я думал, что ты знаешь, честно, я не из попытки тебя поразить и сделать тебе приятно. Оригинальная спектакль? Нет, я ничего не вижу дурного в том, что Гамлет – женщина. В принципе, я могу поставить спектакль, где Гамлет будет женщиной, и это будет оправданно. Поэтому, ну, ради Бога, такая трактовка тоже возможна. Корнетовая женщина. Корнетовая женщина. Все-таки я прав или не прав? Позвольте, милый граф. А нет, я… Конечно же, я уже вкусивший современного искусства и побывавший и на Богомолове, и на Гамлете Фокина. И на чем мы еще были с тобой? На каком еще Гамлете? У… Этого, господи. У Додина Льва Абрамовича. Да. Это Гамлета посмотрели. Вот, так как Юрий Бутусов, он прекрасно вписывается в эту… Когорту. Когорту. То в этой когорте я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему. Потому что… Ну, вот потому что это долгий разговор, почему так происходит в современном искусстве. Ответы есть, но в мантуре казнят торгующих такими веществами. Я сегодня что-то цитирую. Цитируешь? Цитируешь. Я цитирую. Я цитирую. Я цитирую. Я цитирую. Я цитирую, правильно? Я цитирую. Я цитирую. Поэтому у тебя есть что сказать? Ты фраппировал меня. Фраппировал. И, тем не менее, есть какие-то ожидания у тебя? Да какие ожидания? Никаких. Ну, видите, современное искусство, оно влияет подавляющим образом на Александру. Она вот не видит света в конце тоннеля. Видишь ли, мой интеллектуальный уровень значительно ниже уровня современного искусства. Я не дотягиваю. Ну, тогда мы будем не дотягивать до современного искусства вместе. Каждый раз для меня это… Как первый. Как первый, да. Я знаю, что люди утверждают, что это искусство, а я никак не могу понять, почему же это искусство. Искусство – это именно потому, что они утверждают. Это искусство утверждать. Искусство утверждения. Да. Портер куда-то туда направо. Угу. Угу. Уходим на рассветку. Все везут? А, билетики достань, пожалуйста. мы только что узнали ужасную новость оказывается спектакль гамлет . кино юрия бутусова длится сколько четыре часа с двумя антрактами у нас есть тяжелые наркотики с тобой твикс мы уже съели нет я очень люблю гамлета я считаю что четыре часа для гамлета это хорошее время для хорошего гамлета я не отвечаю для себя что я не смеешь и досмотрел до конца четыре часа прощайте товарищи все на местах последний звонок наступает врагу не сдаются наш горный гамлет пощады никто не желает ну а не закончился первый акт первый акт из 3 мы едем домой мы посмотрели с тобою три года ты можешь какую-то определить место вот среди этих трех гамлетов потому что мы посмотрели сегодня ну вот там вот додин богомолов бутусов нет не богомолов александринка смотрели фокин фокин ну господи богомоловы хочу вплестись вот так хорошо додин фокин бутусов вот есть между ними какая-то разница между фокином и бутусовым я не знаю приличнее всего смотрелась александринка наверное потом фокин потому что он не был настолько отвратительным так это одно и то же александринка и фокин одно и то же додин он был не настолько отвратительным как сегодня вот то что было сегодня это следующее это можно просто публичная дефекация будет следующая вторая я не удивлюсь если она будет во втором акте то я просто не хочу про это знать нет нет дефекация будет в третьем это кульминация гамлетов хорошо хорошо но я просто не хочу про это знать нельзя же вскрывать все карты сразу не так много физиологических процессов можно но люди понимаешь они в первом антракте сходят в эпиду втором сходят в эпиду в эпиду втором уже и полегче я тебе скажу так что мне было крайне любопытно безусловно все те физиологические мерзости которые показывают в спектакле они безусловно омерзительно для глубины души но мне любопытно было всего в сегодняшнем спектакле то что я впервые среди додина фокина и вот бутусова увидел руку режиссера я увидел режиссерский рисунок спектакля который артисты плохо ли хорошо ли но выполняют потому что у додина режиссерского рисунка вообще не было это была какая-то галиматья они просто ходили абы кто абы куда абы зачем сегодня худо-бедно было такое понятие как мизансцена сегодня худо-бедно было такого понятия как ритм спектакля как перестановка я не говори что это было хорошо я говорю что я сегодня увидел режиссерский рисунок то есть я понимаю что это ставил режиссер то что было поставлено додином это вообще не режиссеру то что было поставлено фокином это какая-то но одно то что у него сцена развернута задником к нам понимаешь и и понятия мизансцены тоже не к месту то есть ну скажем так если бы меня попросили выбрать кто из этих троих режиссера я бы спешку бутусов при том что это я говорю о том чтобы не при том что несколько категорически не понравится но я могу разделять да я да я могу разделить потому что вот мерзость на отставляем в сторону качество постановки спектакля я понимаю что его ставил человек режиссер я очень развлекался вот теперь его первой перестановкой с бутылками и столами потому что я всегда это я все это видел в сорок пятой аудитории где мы учились то есть нас нас учили одинаково я понимаю откуда растут ноги кстати в ванну вот то что садился садился в ванную героиня в другом спектакле 45 аудитории тоже было ванной в ней тоже садились то есть это все было опробовано в процессе обучения в театральном поэтому я сегодня увидел работу режиссера нездорового головой но режиссера в этом смысле мне было любопытно наблюдать за тем что среди трех гамлетов этот был поставлен режиссер мне понравились многие актеры мне понравились понравилось то что они работали достаточно честно не менее честно чем в александринке за некоторыми из них даже иногда было интересно наблюдать и в принципе я видел что каждый из них даже знает что он должен делать даже если он пускает слюни он знает что он должен пустить и он пускает и делает это самозабвенно на протяжении 15 минут ты засекал ну учитывая сколько я не мог смотреть в ту сторону где он это делает да я знал что я знал что я знал я знал что он там и что он продолжает их пускать понимаешь да я тоже старалась смотреть так на это невозможно смотреть но он их пускал самозабвенно в течение долгого времени потому что ерунда сказала режиссер понимаешь если нужно накопить их же нужно чтобы они в нужный момент пошли понимаешь ты думаешь вот это так легко вот поэтому мне понравилось что мне понравилось мне понравилось то что я увидел я хотя бы увидел режиссерский почерк что мне не понравилось нет подожди я хочу еще про то что понравилось кто тебе за актер лаэрт лаэрт мне очень понравился это единственное кто мне понравился я хотела сказать что мне он очень понравился в общем то понравился дядька который играл старого актера читал праги кубу и так далее понятно что он придуривался но просто у него самая прекрасная роль в придуривании он может быть свободен и за ним хотя бы любопытно было наблюдать ну были моменты когда актеры были живыми то есть если у многого не было вообще там были просто какие-то отмороженные люди то здесь бы было хотя бы какая-то тень профессиональной работы вот понимаешь поэтому это 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 к вопросу когда люди говорят вот там что я все отрицаю мне ничего не нравится я даже могу в кучу дерьма рассмотреть какие-то позитивные тенденции я умею рассматривать и сегодня я это делал хотя например там у богомолова я позитивные тенденции не увидел я опасный человек да что мне не понравилось очень слабая работа в смысле работы с материалом шекспира то есть режиссер потрудился над тем чтобы сделать нам противно чтобы там капать слюнями там или там не знаю там что делать еще во всякие страны он очень много украшал как мог так и украшал вот этим вот он украшал вот он как мог он все время украшал что для кого красиво и вот это его эстетика он такой не такой нравится беда в том что он шекспира то не полюбил то есть он без души отнесся к материалу для него шекспира то обои и стене больше ничего для его украшения то есть пляшивость и слюни на первом плане история шекспира на втором плане никому никому не интересно поэтому с точки зрения взаимодействия я честно не говорю был он близок или далек к моей трактовке да вообще какой-либо трактовку почему доход какому-то смыслу пусть классическому потому что нельзя сказать что козинцев не работал с классическим смыслом он ему не поддался но он работал это было видно а бутусов не работал и он просто искал повод где ему покапать слюнями какого мальчика одеть девочкой наоборот да и как вывести пляшивого мужика так чтоб все заохали то есть на шекспира ему было плевать в этом смысле работы режиссерского материала он не произвел я хочу тебе сказать что когда ты отворачивалась от мужика который истекал слюнями сзади нас трое людей смеялись я специально поворачивался девушки смеялись над тем что он не знаю капал слюнями не знаю над чем над чем-то смеялись очень сочувствую девушка но они смеялись ты заматывала за вопрос поэтому вот как-то так поэтому мне было любопытно вот одного акта мне хватило для того чтобы просто вот соприкоснуться с творчеством юра бутусов я только хотела сказать если хочешь можете на второе а ты даже на третье здесь свинишку посижу а мы успеем если бы хорошо так девушка смотрите в этой форме запекается сейчас я не облизываю не в коем случае пока спасибо большое спасибо что меня отпустило давай поставим точку у тебя роскошный салат не надо смотреть на мой салат не надо не надо не надо камеру выключается в камеру выключать я щас буду отбиваться слушай так вот если ты хочешь успеть на третий акт нет я не хочу успеть на третий акт я хочу поставить точку в нашем видео я думаю что мы перестали ходить с тобой на заведомо плохие спектакли я знал что спектакль будет лаком вот поэтому и на зрителя не хочется выливать эту мерзость и самим травмироваться потому что но это не может не влиять на человека да кстати билеты на этот спектакль мне подарила подписчица из санкт-петербурга спасибо вам большое мне было крайне любопытно посмотреть на этот спектакль вот я благодарен за то что мне такая возможность выпала но пожалуй больше я на спектакль ходить не буду только на те спектакль на которые я захочу идти сам по причине того что я хочу увидеть в них хоть что-то интересное на диму ну назовем еще свои речи своими именами мы больше ходить не будем да спасибо так чуть-чуть елка получилось извините здесь просто сидела зам директора бензовета прекрасно прекрасно отлично обычно она бы что-нибудь сказала а не полностью ухлопумradas и дома недовольно кто просто понимаешь что мы правда говорим–нет, просто она понимает что вы знаете, я гавертожила, я бы не именно даже походила, подумала, какая-то надо все-таки объяснять людям что такое бутужка у меня знаете что напрягает, меня напрягает диссонанс когда ты идешь в один из старейших театрах когда ты всё-таки идешь в петербурге ты положишься на что ты рассчитываешь? ты хочешь�도 накону получить удовольствие, ты почти не Wireoup, для тебя это событие и бац, ты получаешь вот такое и ты не заешь, что тебе с этим делать все таки тогда есть мариинка есть там я не знаю александринский театр да где тоже в общем не все хорошо но тем не менее есть мариинка михайловский театр опера балет там вроде какие-то есть гарантии более-менее ну это тяжело испортить но когда ты приходишь в театр который не в полуподвальном помещении тогда не какой-то любительский то есть и ты попадаешь на вот такое и в общем непонятно что с этим делать что я не могу иметь гарантию того чтобы не покажешь вот правда я вот это больше всего поражает а директ он правильно молчал ну хорошо мы по-любому мне кажется следующий раз она мне что-то спросит потому что но она прям слышал конечно и отлично значит мы не зря провели сегодня чудесное заведение да где мы сидим называется ла паста напротив театра инцарита отлично вы выходите из театра с первого акта выходите и прямо же прям сюда отлично домашний туринское вино сразу попустят все Угу. Счастья. Поехали.